Всем привет, друзья! Сегодня 18 июля 2024 года, и я нахожусь в городе Выборге. Прекрасный город, красивейший. Вот центральный городской рынок 1905 года постройки. Вот там впереди башня Выборгского замка. Вот, проехал я 150 километров от дома и решил заехать на местную быструю станцию зарядную, чтобы снять коротенькое видео по работе системы охлаждения высоковольтной батареи. Вот такая вот тут кругом красота. Ну, практически как в средневековой Европе. Мощеная улица. Технология строительства дорог, которые лет 500, наверное. Ну, сейчас поедем на зарядную станцию. Вот она, зарядная станция компании Citronix у торгового центра Webus, город Выборг. Так, температура батареи у меня сейчас 29 градусов по датчику задней сборки и 31 градус по передним датчикам. Ну, сейчас включу на зарядку, пока будет приличный ток заливаться. Позаряжаю ее, то есть подогрею чуть-чуть, насколько-то она подогреется. Вот, а потом включу систему охлаждения и поеду обратно в Петербург. Итак, за первые 10 минут зарядки влилось в батарею 7 киловатт. А температура повысилась почти на 2 градуса. Вот, за бортом у нас сейчас 26 градусов. Заряжаемся дальше. Прошло 44 минуты. Влилось 28 киловатт почти. Мощность упала до 17 киловатт. Дальше смысла нет тут торчать. И сейчас посмотрим, что с температурой батареи. Так, а температура батареи поднялась до 38 градусов. Задняя сборка 36, передняя 38,2. Так, у нас сейчас 16,25. За бортом 26 градусов. Температура батареи поднялся до 38 градусов. Температура батареи 38. Включаем охлаждение. И буду показывать динамику, как будет охлаждаться батарея. Итак, время сейчас 16.35. 26 градусов по-прежнему за бортом. 10 минут прошло с момента включения охлаждения. Температура передних сборок упала на 1 градус. Задняя сборка аж на 10 градусов у нас охладилась. Едем дальше. Итак, сейчас 16.45. Проехал я 29 почти километров. И температура батареи у нас передний датчик 24 градуса. Задний датчик 24 градуса. На предыдущем включении я говорился, там не на 10 градусов задний упал. Градусов на 6, наверное. Но сейчас он точно упал на 10, даже больше. Потому что был 35 градусов. Передние сборки остыли только на 2,5 градуса. Обратите внимание, сейчас датчик задней сборки. Температура у него 24 градуса. А за бортом 26 у нас сейчас. То есть температура задней сборки сейчас на 2 градуса ниже, чем забортная. Это несмотря на то, что при зарядке на быстрой станции я нагрел батарею на 7 градусов. Итак, время у нас сейчас 16.56. То есть прошло полчаса с момента зарядки. 26 градусов по-прежнему температура забортная. За это время я проехал 43 километра. И температура батареи у нас сейчас. Передний датчик, задний датчик 22,8. И передние датчики 35 градусов. Обратите внимание, за бортом сейчас плюс 26. То есть у нас задняя сборка уже на 3 градуса ниже по температуре, чем воздух за бортом. Но есть, конечно, большая разница между передними сборками и задней. Это из-за конструкции батареи. У меня батарея весьма своеобразная. Сделана на модулях LG 196 АЧ. Они достаточно большие. То есть там очень высокая плотность монтажа внутри батареи. Там буквально палец некуда просунуть. И придется, видимо, делать какие-то внутри дефлекторы специальные, чтобы перераспределять поток больше на передней сборке. Чтобы не было такой большой разницы в 12 градусах. Вот, а так едем дальше. Посмотрим, как дальше будет охлаждаться. Итак, время сейчас 17.25. За бортом 25 градусов. Проехал я за это время 83 километра. И температура батареи у нас задний датчик 27. Передний оба 33.8. Вот такой вот результат. Это с 38 градусов. То есть задний был 36. Передний 38, когда я уезжал с Чедема. За час работы вот такой вот результат. Ну, учитывая то, что есть особенности конструкции именно моей батареи, придется все-таки делать какую-то систему распределения потоков внутри батареи, чтобы поток перенаправить на передние датчики. Вот. Но в целом результат, считаю, очень неплохой. Это еще при том, что охлаждение я включил только после того, как зарядился на быстрой станции. То есть 150 километров до этой станции я ехал с выключенным охлаждением. И заряжался я с выключенным охлаждением. Себя охлаждение включил изначально, в начале этого маршрута, то сейчас температура батареи была бы ниже. Вот такие результаты. Всем спасибо. Всем пока. Да, что еще забыл добавить. Доктор Лив в ближайшее время тоже будет делать видео на эту тему. У него такая же система охлаждения стоит.